Уважаемые телезрители, здравствуйте! С 1992 года во всем мире стал отмечаться такой праздник, как Всемирный день психического здоровья. В нашей стране с 2002 года наша общественность, наши психиатры и другие деятели тоже ввели в календарь Всемирных и Международных дней этот день. Сегодня мы с вами поговорим об этой проблеме с заслуженным работником здравоохранения Российской Федерации, врачом-психиатром высшей категории Раздайводином Николаем Николаевичем и заведующей психиатрическим диспансерным отделением больницы номер 24 Саиной Ольгой Петровной. Николай Николаевич, 450 миллионов людей страдают психическими расстройствами. Сегодня хотелось бы услышать про закон о психиатрической помощи, который был принят в 1993 году. Вся психиатрическая помощь в нашем районе, в стране в целом и в нашем районе, оказывается в двух видах. Это консультативно-лечебная помощь и диспансерное наблюдение. Консультативно-лечебная помощь – это помощь всем гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, которые временно там проживают на нашей территории. Могут приходить в наше диспансерное отделение и получать помощь. Если есть такое добровольное согласие, то врач назначает ему лечение. Если такой больной почувствовал облегчение и не нуждается больше, то он к нам не приходит, мы его даже не беспокоим и не будем беспокоить. Никакого учета, как раньше, еще в сознании наших людей, есть такое понимание, что есть такой психиатрический учет. Нет такого учета. Есть два вида наблюдения – консультативно-лечебное наблюдение и диспансерное. Диспансерное наблюдение предполагает, именно лечение больного может здесь быть и без согласия самого больного или его представителя. Если больные комиссионно признаются страдающим хроническим, длительным, с таким заболеванием или с частыми обострениями, то они в врачебной комиссии ставятся на диспансерное наблюдение. И здесь уже мы больному объясняем, что это такое, какие он должен выполнять обязанности. И мы устанавливаем сроки посещения врача. Это нужно для того, чтобы врач наблюдал за психическим состоянием больных. Больные в стационар также поступают именно в добровольном порядке. И в среднем, это большинство наших больных, они идут все в добровольном порядке. В недобровольном порядке больные поступают только в тех случаях, когда представляют опасность для себя или для окружающих, или больные окажутся в силу своего психического состояния беспомощны. Ольга Петровна, в психиатрической больнице номер 24 существует диспансерное отделение. Расскажите, пожалуйста, чем занимается психиатрическое диспансерное отделение этой больницы? Диспансерное психиатрическое отделение нашей больницы оказывает лечебно-консультативную профилактическую и медико-социальную помощь лицам, страдающим психическими расстройствами на добровольной основе. И только в случае, когда состояние больного угрожает ему самому или окружающим, психиатрическая помощь оказывается не в добровольном порядке. В диспансерном отделении трудятся врачи-психиатры, врач-психотерапевт и медицинские психологи, которые помогают больному и врачам справиться с их заболеванием. Ольга Петровна, а расскажите, пожалуйста, с какими проблемами обращаются жители Ленинского муниципального района к вам за помощью? – Заболеваемость в Ленинском районе психическими расстройствами отражает общую картину во всем мире. Как и во всем мире, отмечается рост психических расстройств примерно в 4 раза. В Европе 15% населения требуется оказание психиатрической помощи, а в России это составляет 25%. Это связано с тем, что люди испытывают длительные физические и психоэмоциональные нагрузки, не успели еще перестроиться к новому образу жизни, сказывается посткоммунистическая травма населения. В связи с этим люди начинают обращаться к нам в диспансер с различными невротическими и тревожно-депрессивными расстройствами, что приводит к различным расстройствам адаптации. Люди не могут справиться с новыми проблемами, не могут их решить сами. Поэтому они обращаются к нам. Есть такое заболевание, как депрессия. Ольга Петровна, расскажите, пожалуйста, о симптомах этого заболевания. Основными симптомами депрессивных расстройств являются сниженное настроение, отсутствие желания что-либо делать и снижение аппетита. Но среди некоторых больных отмечается и повышение аппетита, что объясняется тем, что люди как бы заедают свой стресс. Также в последующем присоединяется тревога и тоска. Снижается общее соматическое состояние человека, ухудшается. Появляются боли в области сердца, недомогание, слабость. В связи с этим пациенты начинают обращаться к терапевтам и неврологами, которые обследуют их со стороны, которые обследуют их и не находят патологии со стороны внутренних органов, направляют их к психиатрам. Психиатр, выслушав пациента, оценив его состояние, назначает лечение такими препаратами, как антидепрессанты. Это специальные препараты, которые были изобретены для лечения депрессивных состояний. При выборе антидепрессантов нужно опираться прежде всего на состояние больного. И когда вы обращаетесь к психиатру, он именно и оценивает ваше состояние и подбирает, исходя из состояния пациента, тот или иной препарат. Никогда не нужно заниматься самолечением или обращаться к родным и пользоваться их советами. В некоторых случаях этот препарат был эффективен конкретно для этого пациента, а для другого он будет бесполезен и иногда приведет к ухудшению его здоровья. Скажите, пожалуйста, любое заболевание, можно провести какую-то профилактику в любом заболевании. Ольга Петровна, расскажите, пожалуйста, а существует ли профилактика депрессии? Профилактика депрессивных и невротических расстройств является прежде всего полноценный здоровый сон. Если организм испытывает длительное недосыпание, то это подрывает нервную систему и в последующем приводит к тому, что человек не может справиться с психоэмоциональными нагрузками. Но также существует несколько простых элементарных правил, соблюдая которых вы сможете предотвратить появление у вас невротических расстройств, а также депрессивных состояний. Прежде всего, это нужно научиться думать позитивно. В любой, даже самой плохой ситуации, негативной для вас, есть и хороший момент. То есть то, что нас не убивает, всегда нас делает сильнее. И тот момент, если вы научитесь переключаться с одной проблемы на другую, отвлекаться, отходить от этой проблемы, оставлять ее как бы на потом, решение этой проблемы, даст вам возможность отдохнуть, собраться силами и принять вам уже правильное, обдуманное решение. Уважаемые телезрители, сегодня мы коснулись темы психических заболеваний. Заболевания, о которых знают многие, но многие и боятся. И заболевания самого, и врачей-психиатров. Вы узнали о том, что оказать помощь вам могут в любое время. Вам единственное, что нужно – прийти к психиатру или воспользоваться теми советами, о которых рассказали доктора. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»